Доброе утро и хорошего настроения вам желает Радио Балтик Плюс. Меня зовут Владимир Кайрис, а в гостях у нас сегодня Евгений Масиенко. Это профессиональный гид-экскурсовод, магистрант гуманитарных наук, который специализируется на вопросах сохранения культурного наследия в Калининграде. Обычно мы говорим об уникальных объектах, сохранившихся в Калининградской области. Ну а в этот раз, наверное, следует подвести такие своеобразные итоги ушедшего 2021 года. К примеру, чего мы все-таки лишились в ушедшем году и что сумели сохранить, и какие силы были брошены на это сохранение, именно об этом поговорим сегодня. Женя, доброе утро. Доброе утро, доброе. Прекрасная тема, животрепещущая для Калининградской области, потому что наша область богата историческими культурными пластами. Это и довоенный период, богатейший на памятники архитектуры, начиная от Средневековья, кирхи, остатки замков и заканчивая послевоенной историей. Это монументальное искусство, мозаики, немало архитектурные формы. Все это с течением времени претерпевает изменения, какие-то объекты сохраняются, какие-то разрушаются по тем или иным причинам. В прошлом году, наверное, хорошо, что не было таких массовых разрушений, которые у нас бывали до этого, например, снос моста на Ялтинской полностью, школа для девочек имени Гёте, в общем, таких каких-то серьезных не было. То есть мы действительно можем сказать, что 2021 год оказался годом, когда в Калининграде не было массового какого-то вот снесения культурных объектов культурного наследия. Да, наверное, можно сказать так, хотя потери, конечно, и утраты были. Это, например, промышленная архитектура, были демонтированы часть корпусов целезбумажных фабрик. В Калининграде это ЦБК номер один, ЦБК номер два. Это исторические территории. Они и в довоенное время были очень развиты, и в послевоенное были прекрасные образцы промышленной архитектуры. Их начали сносить несколько лет назад, но вот в прошлом году там тоже подстанция одна была демонтирована на территории ЦБК номер один, и часть пристройка к варочному цеху. Вроде бы сам варочный цех, это такая архитектурная домината, возвышающаяся в той части города, она сохранится. Жень, а вот скажи, пожалуйста, всегда интересно, позиция жителей города, которые пытаются, ну, многое сохранить. Вот, к примеру, да, мы говорим о варочном цехе. Ну, звучит так себе, варочный цех, да? Но, тем не менее, мы стремимся это сохранить. А зачем? В каком виде требуется это сохранение? Для чего? Варочный цех, на самом деле, на мой взгляд, звучит очень круто. Это не менее круто, чем бойлер-рум в Берлине, это всем известный клуб такой есть, музыкальный. Вот, и, но этот объект, конечно, он не должен стоять некой просто конструкции, да, мёртвой, вот, которую мы можем наблюдать только снаружи. Это должно работать, это должно приносить пользу городу, его к жителям, горожанам. То есть, возможные способы приспособления. А, то есть, тут разговор идет о том, что не просто вот сохранить в том виде, в каком это есть, на протяжении последних 20-30 лет не используется, да, а просто каким-то образом еще переосмыслить и вдохнуть туда жизнь какую-то. Абсолютно верно, да, конечно, да, то есть, это должно быть точкой развития. Это развитие может вести по разным векторам, это культурное, экономическое развитие той части города или города в целом, это возможность развиваться людям культурно, использовать его в качестве образовательного объекта, центра современного искусства. Но, на самом деле, здесь вариаций довольно много, и, в общем-то, было бы только желание. И, на самом деле, напротив, на острове строится мощный культурный кластер, как мы знаем, и этот объект тоже мог бы входить в него, да, как на противоположного берега, потому что... А вот у нас есть какие-то яркие такие примеры, которые удалось сохранить, и в них все-таки вдохнули жизнь. Ну, да, такие примеры, конечно, есть. И, в первую очередь, я бы хотел сказать об индустриальном наследии, опять же. Это водонапорная башня в поселке Светлое. Это небольшой населенный пункт в 20 километрах от Калининграда. Она была еще около 4-5 лет назад в довольно печальном состоянии. Это башня, как и сам, в принципе, поселок. Он такой довольно малонаселенный пункт. Вот. И силами энтузиастов удалось этот объект сохранить, в общем-то, и сейчас там в нем кипит жизнь всевозможная, и проводятся экскурсии, проводятся культурные мастер-классы по живописи и так далее, и так далее. То есть это еще только начало пути, потому что в 2021 году как раз стоит отметить, да, то, что положительные стороны, что этот объект, что называется, открылся. Ну, а кто должен вдыхать жизнь в эти объекты? Это ведь все-таки стоит каких-то денег, какого-то финансирования? Вероятнее всего, областные власти не идут на этот шаг. Здесь по-разному. Где-то, вот как, например, в случае Светлой башни, это может быть инициатива как граждан, да. Где-то это может быть федеральные проекты или софинансированные, в зависимости от того, что это за объект, его масштаб, есть ли у него статус объекта культурного наследия или нет. То есть тут нужно смотреть конкретно ситуацию. И это, опять же, есть грантовые программы на сохранение и развитие памятников, в том числе индустриального наследия непосредственно. Поэтому тут... И вот сейчас в современном мире есть разные инструменты, которые могут поспособствовать сохранению объекта. Было бы желание, вот, и чтобы там не пересекались. Интерес каких-то сторонних людей, вот, которые, например, хотят его снести. Так бы я отметил еще, что в прошлом году здание на Стекольной, ну, это ансамбль Литовского вала, историческое, начали демонтировать. Вот, и это, конечно, печально, потому что Литовский вал, он такой довольно целостный и разнообразный. То есть это и архитектура городской фортификации, это и жилая застройка разных лет, это и Закаемские ворота. И мы знаем, что город интенсивно развивается, и у нас все меньше становится исторических зданий и таких цельных территорий. Поэтому нужно к ним относиться более трепенно, а не вот точечно уничтожать. Поэтому очень печально, да, что этот объект сносится и, опять же, нарушается этажность в этом ансамбле. Потому что там будет построено здание более чем, по размеру более чем то, которое стояло там до этого. Ну, я понимаю, конечно, что мы не можем сейчас взять и сосчитать все, но, тем не менее, примерно, как ты думаешь, под угрозой исчезновения, вот сколько объектов сегодня в Калининграде находятся подобных, да, в которых вот можно гипотетически вдохнуть новую жизнь, как-то переосмыслить? Я бы отметил, наверное, двухъярусный мост, несмотря на то, что это объект культурного наследия. Здесь это объект непростой, опять же, своим масштабом, конструкциями. Но, с одной стороны, у него очень мощный потенциал служить такой точкой развития этой территории, служить мостом, велосипедным, пешеходным, общественным пространством, элементом паркового кольца, которое может вокруг города быть созданной, которая частично уже существует. Вот, и, с другой стороны, у города и административных ресурсов такого опыта нет по сохранению таких сложных сооружений, да, как его использовать, кто должен его взять на баланс. Поэтому здесь нужно привлекать экспертов, непосредственно экспертов по индустриальному наследию, и не только из Калининграда, но и из других городов, в возможный стран. Потому что, в принципе, такие примеры известны за рубежом, в Англии, в Германии, есть практики в США, когда такие объекты сохраняются, они используются, они развивают город. И вот на бумаге двухъярусный мост могут сохранить, а по факту мы потеряем этот объект, потому что ценность индустриального наследия, это не только некая эстетика, которая, конечно же, присутствует, но это еще и инженерные решения. Если, например, будет демонтирован центральный пролет, то мы просто получаем набор неких стальных конструкций, которые вообще не являются целостным сооружением. А вот насколько я слышал, руководство Калининградской железной дороги все-таки намеревается сохранить этот мост, и его железнодорожная часть будет выполнять ту же самую функцию и дальше. Я такой информации не встречал, это было бы, конечно, здорово, но сейчас, как известно, строят мост Дублер, в том числе и железнодорожный, а с другой стороны автомобильный. И это очень, на мой взгляд, спорное решение, потому что мы знаем, что современные города развиваются, наоборот, как общественный транспорт, с логистикой, с точки зрения общественного транспорта, пешеходного, велосипедного движения, а у нас пытаются направить потоки автомобилей в центр, хотя, опять же, администрация не раз заявляла о том, что мы будем, в общем-то, транспорт из центра выводить частный. Вырубается огромное количество деревьев, более полутора тысячи штук, это тоже урон по экологии города огромнейший, поэтому все эти решения довольно спорные, и здесь, возможно, просто идет стройка ради стройки, а не развитие города. Ведь надо чем-то аргументировать, огромный бюджет, поэтому вот и пытаются сказать, что мы, на самом деле, город развиваем, но, повторюсь, что все это очень спорно. А у нас в гостях сегодня профессиональный гид-экскурсовод, магистрант гуманитарных наук, специализирующийся на вопросах сохранения культурного наследия в Калининграде, Евгений Моисиенко. Мы говорим о том, что же нам удалось сохранить в ушедшем 2021 году, и что же мы потеряли, и что же нам еще предстоит сохранять в 2022 году. Вот, Жень, что под угрозой исчезновения в 2022 году? Ну, под угрозой исчезновения уже долгое время находится, и это один из символов города Калининграда, архитектурная доминанта, всем нам известно, это наш дом советов. Да, 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 это так. Как восприняли новость о том, что оборудование для демонтажа этого здания уже находится на пути в Калининград? Что же это за оборудование такое, которое... Ну, сложно сказать, что это за оборудование, может быть, какие-то гигантские экраны, но, в общем-то, дом советов пока стоит, и хотелось бы, на самом деле, чтобы он стоял, и, опять же, не только стоял, но и как-то был использован. Вот, потому что здание выразительное, здание оригинальное, здание, которое отражает тоже историю архитектуры, второй половины 20-го столетия, архитектуру брутализма. И это здание, которое должно жить, существовать, оно не должно быть... А в каком виде оно будет жить, если все-таки его удастся каким-то образом сохранить? Что там должно быть? А здесь нужно советоваться, тут такое решение единоличное, я считаю, что принимать нельзя. Это должно быть исследование, социологические исследования, исследование потребностей населения, желания населения. И здесь, опять же, функционал разнообразия, начиная от его первоначальной функции, это как административный ресурс, заканчивая, опять же, центрами, может быть, современного искусства или чем-то еще офисными объектами. Ну, то есть тут вряд схватает, было бы, опять же, желание. Ну, мне просто было бы интересно посмотреть на этот опрос, на это социальное исследование, как обычно общество разделится на 2, 3, 4 равные части, которые будут говорить, нет, должно быть так, нет, так, давайте все-таки так, а давайте снесем. И, в общем-то, еще эта история затянется лет на цать. Ну, здесь надо понимать, что нужно мыслить не такими категориями, что вот здесь и сейчас, да, то есть мы... А то, что эти решения влияют на развитие города, да, на его архитектурный облик еще и в дальнейшем. То есть то, что мы можем демонтировать, снести, восстановить порой практически невозможно. Это касается и двухъярусного моста, это касается и домсоветов, это касается и многих других исторических сооружений, потому что порой у нас под восстановлением или реконструкцией подразумевает то, что здание кардинально меняет свой исторический облик, оно решается своей эстетикой, решается своих архитектурных особенностей, деталей, то, что его делало оригинальным. Далеко ходить не надо, это кроется аптека, которая претерпела просто катастрофические изменения, и одна из ценностей этого здания, это вывеска историческая, которых у нас в городе просто практически нет, она была уничтожена в рамках этого якобы восстановления. В рамках как раз-таки вот этого восстановления. А я помню эти видеоролики в интернете, когда вот просто абсолютно случайно падала стена и абсолютно случайно ее сняли. Ну да, случайно, не случайно, как мы знаем. Это вопрос, опять же, компетентности тех людей, кто начал этот процесс, и случайно ли она упала, тоже вопрос. Но это уже произошло, просто нужно учесть этот опыт и не повторять его. Еще один громкий объект, который удалось, как мне кажется, сохранить, во всяком случае, вот в том виде, в котором он был, он еще находится в таком переходном этапе на 2022 год. Это поликлиника на улице Марина Роскова. Ты тоже очень много сил прикладывал для того, чтобы так оно и случилось. Вот что на данном этапе? Потому что вот эти вот своеобразные исследования внутрянки этого здания должно было закончиться до конца этого года. Какие вот есть оттуда известия? Здание пока стоит абсолютно верно. К сожалению, это не сказывается в лучшую сторону его состояния. Надо отметить, что год там не было ни отопления, там где-то были открыты окна, то есть она подвергалась природным воздействиям. Это, наверное, тоже ему ничего хорошего не принято. Только что мы говорили о том, что дом Советов стоит уже сколько лет, и там тоже нет ни отопления, ни окон на самом деле. Ну, тут немножко другие все-таки были применены решения. То есть дом Советов строился с использованием железобетона, здание на Росковой 10, там кирпичная кладка. Вот, поэтому пока оно стоит, и... Ну, на самом деле, ничего невозможного не бывает. У нас есть прекрасный пример схожего объекта, и, наверное, в худшем состоянии, это дом Наркомфина в Москве. Это тоже тот же период, Моисей Гинзбург, наш советский архитектор, его устроил там масштаб больше, но это тоже межвоенный модернизм, и здание представляло из себя, ну, более худшее состояние. Но его восстановили, и сейчас это просто... Мало того, что это прекрасный объект с точки зрения реставрации, но это еще и коммерчески успешный объект, потому что там недвижимость, жилье, и квартиры там стоят довольно дорого, они все были раскуплены, вот, практически сразу. И поэтому здание на Росковой 10, его ценность как раз-таки в архитектурном облике. И все это возможно сохранить. Сейчас такие современные технологии, строительные, реставрационные, что было бы, повторюсь, желание и подход грамотные. И оно может сохранить свой архитектурный облик. Мы направляли нашу инициативную группу. Как ты считаешь, если, к примеру, удастся сохранить внутреннюю, внешнюю оболочку, вот эти вот исторические стены, но все внутренние наполнения будет, собственно говоря, уже новоделом, это устроит общественность? Поскольку поликлиника же там должна быть, там на старых мощностях нельзя же это все? Но поликлиника там была 70 лет, да, начиная с послевоенного периода и вот до современной истории Калининграда, до 2019 года, пока ее не закрыли осенью, или даже 2020, вот, 2020 года. И всех все всегда устраивало. Ну вот, и внутри, конечно, претерпела изменение планировка, но там сохранились оригинальные решения в виде, там, лестницы с перилами, то какие еще детали, поэтому внешний облик, конечно, в большей степени в данном случае играет роль, но и вот ценные объекты, которые внутри есть, их тоже, в принципе, можно сохранить и использовать там этот объект как поликлинику. Поэтому все это возможно, но и отмечу, что вокруг еще зеленая зона есть, которая может являться прекрасным сквером, и она, на самом деле, это подтвердила, эта территория, потому что в этом году, точнее, в прошлом году там проводилось довольно много мероприятий, кинопоказ, выставка, маркет, и огромное количество горожан туда приходило. То есть это показывает, что в городе такие территории нужны, важны, ценные, и что не надо все закатывать в плитку, в асфальт и делать везде парковки. Евгений Масиенко, профессиональный гид-экскурсовод, в дополнение ко всему сегодня в студии «Балтик Плюс». По поводу того, как люди относятся к этим объектам, если ты гид-экскурсовод, какие эмоции и что вызывает у людей сегодня? На самом деле такая тенденция в туризме, то что, ну, во всяком случае, ко мне приезжают очень много людей, которые уже имеют некий бэкграунд, то есть знания в архитектуре, в истории, и им порой не всегда интересен кафедральный собор, а многие хотят именно углубиться, изучить вот архитектуру межвоенного периода, которая сейчас не только в Европе очень популярна, это вот как раз здание на Росковой 10, такого плана. Советское наследие в том числе очень многим интересно. Вот это вызывает эмоции. Промышленная архитектура, то есть те, скажем так, не самые популярные, не самые парадные, не самые, может быть, очевидные на первый взгляд объекты, есть такой турист, и, в принципе, это, может быть, естественно, это не большинство, это в меньшей степени, но все равно такие люди есть. И если рассматривать практику других городов, наших даже, российских, то, начиная от Москвы, Санкт-Петербурга, заканчивая Самарой, то есть и другими городами, есть целые путеводители по архитектуре советского модернизма, например, выпускаются, да, и они очень востребованы. Вот, там, прекрасные исследования, фотографии, материалы, иллюстрации, и, то есть люди это ценят. У нас такое советское наследие тоже есть, и оно тоже интересно как туристам, так и горожанам, жителям города, которые в том числе приходят на мои экскурсии. Вот у тебя есть свой личный топ самых интересных объектов культурного наследия советского периода? Ну, если мы говорим об архитектуре, то, конечно, в первую очередь я бы отметил Дом Советов. Двухъярусный мост его тоже можно отнести к этому, потому что вообще уникальный, то есть, да, он сочетает в себе... Помимо этих двух объектов. ...военную и послевоенную историю. Мне очень импонирует малоархитектурная форма. Это фонтан, который располагается возле Дома искусства. Я проводил исследования, искал подобные какие-то объекты в других городах или странах, их в Америке один, и то не такое. То есть, это усеченные касайдры, это как раз не только с точки зрения эстетики оригинального сооружения, но и с точки зрения истории нашей страны, отражающей разные процессы. Как время-то летит незаметно. Совсем буквально полминуты осталось. До конца нашего интервью у нас в гостях сегодня Евгений Масиенко, профессиональный гид-экскурсовод и магистрант гуманитарных наук, специализирующийся на вопросах сохранения культурного наследия в Калининграде. Твои пожелания жителям и гостям города? Люби свой город, уважать друг друга, ценить то, что у нас есть, стараться это сохранить, развивать. Еще бы отметил, что мозаики мне очень нравятся. Монументальное искусство, оно тоже в Калининградской области. Время от времени они всплывают на каких-то стенах. Мы их как раз-таки чистим. Есть проект «Наследие стен», который занимается сохранением мозаиков. Но об этом в следующий раз. Ну, Евгений Масиенко был сегодня в гостем студии «Радио Балтик Плюс». И спасибо за визит. Спасибо вам.